Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Андрей Горгуленко и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 132-я школа Самары отметила юбилей. 120 лет со дня основания. Учеников и педагогов поздравили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Уборка города от снега на контроле общественников. Как расчищают улицу Солнечную? В областной столице состоялся финал конкурса «Мистер и мисс студенчества Самары-2023». Какие испытания проходили участники? Президент Владимир Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства сообщил о своих намерениях участнику спецоперации Артему Жоге. С такой просьбой командир батальона обратился к Владимиру Путину во время его неформального общения с участниками церемонии награждения героев медалями «Золотая звезда». Президентские выборы в 2024 году пройдут в течение трех дней с 15 по 17 марта. Эти даты утвердил в пятницу ЦИК. На заседании экспертного института социальных исследований сообщили, что большинство россиян уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. Согласно исследованию в ЦИО, для многих граждан важно участвовать в выборах. Так считает 84% россиян. И многие, 78% опрошенных, уже сейчас уверенно заявляют, что обязательно воспользуются своим избирательным правом. Давление западных санкций потребовало мобилизации всех экономических ресурсов Самарской области. Об этом в ходе прямой линии с жителями рассказал губернатор Дмитрий Азаров. К ноябрю индекс промышленного производства вырос на 9%. Перерабатывающие предприятия улучшили свои показатели на 14,5%. По показателю инвестиционной привлекательности Самарская область сейчас в десятке лучших регионов. Развивается транспортная инфраструктура, построили и ввели в строй три новых мостовых перехода, отремонтировали более 3000 километров автодорог. В следующем году на ремонт самарских школ будет выделено рекордное финансирование – 1 миллиард 600 миллионов рублей. За последние несколько лет в регионе введено 13 новых школ, отремонтировано почти 600 зданий образовательных учреждений, а также созданы 56 новых детских садов. В ближайшее время планируется открытие еще пяти школ, включая две в Самаре, две в Тольятти и одну в Сызрани. Дмитрий Азаров заверил, что строительство метро в центре города продолжится, а также пообещал разобраться с платным входом на лыжероллерную трассу стадиона «Чайка». Ее возводили по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» и открыли в июне к столетию Минспорта России. Глава региона рассказал жителям, что не допустит, чтобы вход был платным. Губернатор Дмитрий Азаров в преддверии Дня Героев Отечества, который отмечают в России 9 декабря, вручил государственные награды самарцам, которые принимали участие в специальной военной операции. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени посмертно награжден начальник службы защиты государственной тайны Николай Мышкин. Дмитрий Азаров вручил награду его супруге. Глава региона вручил орден мужества главному специалисту, эксперту военного комиссариата Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов города Самары. Он с самых первых дней проведения специальной военной операции встал на защиту Родины. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени награжден командир отделения штурмового взвода Сергей, который на СВО отправился добровольно. В завершении церемонии Дмитрий Азаров пообщался с военнослужащими и членами их семьи, чтобы обсудить необходимость и потребность в дополнительной помощи со стороны региональных властей. Прокурор Центрального военного округа Андрей Попов принял в Самаре ветеранов спецоперации и их семьи. Люди пришли на встречу, чтобы задать интересующие вопросы и попросить помощь в разрешении самых разных ситуаций от юридической поддержки до получения информации о ротации и многом другом. Наши корреспонденты пообщались с представителями фонда «Защитники Отечества», где прошел прием, и расскажут подробнее. На встрече с прокурором Центрального военного округа ветеран спецоперации Сергей Елхимов подготовил как собственное обращение, так и просьбы людей, которые приходят в фонд ежедневно. Для меня достаточно понятны все вопросы, с которыми ребята приходят, их проблемы. Я и пошел сюда в фонд именно для того, чтобы быть ближе к своим бойцам, к своим товарищам, к своим братьям. Во время встречи с прокурором бывшие участники боевых действий попросили разрешить самые разные ситуации от получения соцвыплат до комплексной реабилитации. Некоторые вопросы уже не раз озвучивали на площадке фонда, поэтому решение проблем ветеранов и участников СВО на особом контроле разных структур, региональной и федеральной величин. Сейчас у нас заключено более 60 соглашений о сотрудничестве с различными и органами исполнительной власти, и представительной власти. То, что касается структурных подразделений Министерства обороны, здесь у нас идет полное взаимодействие. За полгода работы фонда специалисты из Самарской области обработали 7222 обращения участникам и ветеранам СВО оказана многосторонняя поддержка. Ее сейчас могут получить защитники по всей России. Филиалы фонда открыты в 89 субъектах страны. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Плавательный бассейн с шестью дорожками скоро распахнет свои двери для всех желающих. В Куйбышевском районе завершилось строительство спортивного объекта. Сегодня бассейн осмотрели губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лавушкина, представители областных министерств и городских департаментов. Оценили объекты спортсмены. Подробности далее. Современный комплекс, которого так ждали жители Куйбышевского района. Совсем скоро в этих стенах пройдут первые соревнования. Плавать в бассейне и заниматься на тренажерах смогут не только спортсмены, но и все желающие. В Самаре завершилось строительство бассейна на улице Калининградская. Сегодня спортивные сооружения осмотрели губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина, представители областных министерств и городских департаментов. Оценили объект и спортсмены. Большое спасибо, что построили для нас такой замечательный объект, который соответствует всем стандартам. Вы сказали на трибуне, что будут соревнования проводиться. В Самаре действительно есть бассейн, где можно проводить соревнования. С удобными тумбочками, что немаловажно, на этом виде спорта. Это помогает нам отрабатывать старты, увеличивает нашу скорость. Главный элемент бассейна – чаша с шестью плавательными дорожками. Также в здании разместились тренажерные и хореографические залы. По проекту заявлено 210 посадочных мест для зрителей, из которых часть предназначена для маломобильных граждан. Спортивная школа номер 8 воспитала немало именитых спортсменов. Но все это время приходилось тренироваться в арендованных помещениях. Теперь у них появилась своя площадка. На базе школы занимаются и люди с ограниченными возможностями здоровья. В бассейне Кубишевского района созданы все условия для их комфорта. Оно вообще важно. Я работаю директором 10 лет. И первая моя мечта, когда я начала работать, это чтобы у спортивной школы был свой бассейн. Масштабная постройка. И хорошо, когда что-то новое открывается. Надеюсь, потом мы уже оценим в воде и во всей красе спортивные залы и остальное. Строительство бассейна способствует достижению целей нацпроекта «Демография». Среди ключевых задач – поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Объект действительно долгожданный, поскольку Кульский район имеет свои особенности. И, конечно, здесь нужно стремиться к тому, чтобы создавать возможности, локальные возможности, без переездов каких-то длительных в центральную часть города для жителей района. Все это возможно, в первую очередь, благодаря национальным проектам, благодаря решению президента страны Владимира Владимировича Путина, который инициировал национальные проекты, сегодня преображаются города и села Самарской области. И здесь мы в сотрудничестве, что я хотел бы отдельно отметить, с компанией «Роснефть», с надежным партнером Самарской области, реализовали еще один важный социальный проект. Единственный бассейн, ранее принадлежавший предприятию, закрылся еще в начале нулевых годов, и Куйбышевский район с населением в 100 тысяч человек остался без спортивного объекта. Все эти годы жители мечтали о появлении нового бассейна. Мы с губернатором определились в том, что такой бассейн должен быть в обязательном порядке в Куйбышевском районе. Приложили все усилия для того, чтобы это произошло. Компания «Роснефть», являющаяся действительно надежным социальным партнером нашего региона, поддержала нас. Ну и вот результат, который мы видим. После открытия в бассейне будут работать бесплатные секции для детей, а цена билета для взрослых составит от 170 до 200 рублей за посещение. Виктория Шара и Николай Епифанов, События. В Самаре в ежедневном режиме продолжается уборка снега и очистка дорог и тротуаров. Особое внимание у коммунальщиков к улицам, которые были отремонтированы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», чтобы эти участки как можно дольше служили. Какие работы выполняли на улице Солнечной, увидела наша съемочная группа. Улица Солнечная в Самаре. Самая ближайшая к Волге с большим автомобильным трафиком. Рядом множество больших микрорайонов, социальных объектов и примыкающих улиц. Прошлым летом улицу отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Рельеф участка сложный. Много спусков, подъемов и лестниц. Поэтому важно быстро очищать ее от снега для удобства горожан. И особенно важна своевременная обработка противогололедными материалами. Этим и занимается во время уборки снега бригада муниципального предприятия «Благоустройство». У нас сегодня человек работает, значит, 12 человек на Солнечной. А также у нас еще сторона безымянки. Значит, работаем на Старозагоре, работаем на Нововокзале, Фадеев отрабатываем. Выполнение работ на ежедневном контроле у общественности. Именно горожане, которые спешат домой, на работу, учебу или по делам, – главный проверяющий орган. Управляющие микрорайоном собирают заявки жителей об участках, которые некачественно почищены, передают их в администрацию, затем проверяют, как были отработаны обращения. Поступают заявления от жителей. Также, как и управляющие микрорайоном, я сама выхожу на территорию, вижу какие-то необходимые замечания, которые нужно решить своевременно. Все заявки поступают в администрацию промышленного района по компетенции и своевременно решаются. Именно своевременная очистка и уборка улиц, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», является одним из составляющих для того, чтобы новые улицы как можно дольше радовали горожан и гостей Самары. Это позволит дольше сохранять асфальт в нормативном состоянии и быстрее приводить в порядок другие участки городской дорожной сети. Мы понимаем, что вот та работа, которая должна проводиться в осенний, особенно в зимний период, по уборке этих улиц, она очень важна не только в плане содержания в зимний период, но и в плане содержания и того момента, чтобы эти дороги действительно дольше прослужили. То есть они должны качественно, хорошо убираться, нормальной, современной техникой. Всего в этом году было отремонтировано 42 участка в рамках дорожного нацпроекта. Перечень участков, которые ремонтируют, формируют заранее, исходя из многих факторов, таких как текущее состояние объектов, интенсивность движения, наличие маршрутов общественного транспорта и предписание прокуратуры и других надзорных органов. Они были все отремонтированы в соответствии с получением главы городского округа Самар в предписании ГД. В частности, они касались улицы Алматинской, улицы Шоссейной, улицы Авроры. Поэтому было принято решение данную улицу отремонтировать. В летний период мы их в рамках национального проекта отремонтировали. И в настоящий момент сейчас идет их очистка от снега, содержание. Всего же на всех территориях города, несмотря на отсутствие снежных осадков, ежедневно в дневную смену задействованы около 250 единиц спецтехники и более 3 300 уборщиков, включая дворников. Продолжается и вывоз снега на площадке временного складирования. С начала зимы с улиц Самары вывезли более 40 тысяч тонн. Андрей Горгуленко, Петр Паломеев, Константин Головин. События. 132-я школа Самары отметила 120-летие. Это одно из старейших учебных заведений города. На праздник по случаю юбилея приехали учителя, чья трудовая деятельность когда-то была связана со школой. Действующий педагогический состав, выпускники, родители учеников, почетные гости. Поздравления прозвучали от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной. На праздники побывала и съемочная группа телеканала «Самара ГИС». Подробности у Галины Топилиной. Смех и слезы, теплые объятия, истории о жизни и фотографии внуков в телефоне. Коридоры Самарской школы номер 132 на один вечер превратились в место встречи коллег, давних друзей, выпускников разных лет. Наталья Чухнева окончила эту школу в 2018 году. Здесь учился еще ее папа. После университета Наталья вновь вернулась в родную школу. Теперь в роли учителя. С теплотой девушка рассказывает о своей учительнице математики. Благодаря ей Наталья нашла свое призвание. Ирина Владимировна Федорова вела у нас математику. Скажем так, нас пинала, заставляла учиться. И вот мы доучились. Доучилась до учителя. Она нас сильно не ругала. Мы всегда вот ее фразочками, всегда вот сейчас на уроках говорим иногда детям. Дети такие, вы же откуда-то эту фразу точно знаете. Мы говорим, да, у нас был хороший учитель. Ирина Владимировна, да, она у нас молодец была. Поздравить школу с юбилеем приехали и те, кто руководил ей в разные периоды. Лилия Галузина была директором с 2003 по 2014 год. По ее словам, каждый директор становится движущей силой, благодаря которой период расцвета в этой школе не заканчивается никогда. Сюда приятно возвращаться, признается Лилия Викторовна. Когда ты заходишь и дышишь этим воздухом, 132-й школы, он совершенно особенный, он кружит голову. Вспоминать только хорошее. Поэтому мы сегодня так все обнимаемся, так все целуемся, немножко всплакиваем, утираем слезы. Ну это, конечно, слезы ностальгии, они нужны нам, наверное, для того, чтобы чувствовать себя людьми. На сегодняшний день в школе обучается 1400 детей. Школа имеет два корпуса. Начальные классы учатся отдельно. В этом году школа вошла в топ-20 учебных заведений региона по баллам на ЕГЭ. Два года назад 132-я стала опорной школой медуниверситета. Углубленное изучение естественно-научных предметов и современное оснащение кабинетов биологии, химии, оборудования, медицинских кабинетов – то, чем гордится школа. В этом году 50-летний юбилей отмечает школьный музей. После реконструкции он вновь открыл двери для посетителей. Здесь история школьных достижений и биографии выдающихся учеников. Поздравить школу с юбилеем приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона отметил роль школы в развитии детской дипломатии и поддержании дружбы между славянскими народами. 132-я школа много лет была таким центром славянской дружбы. Объединяя учеников школы из разных стран славянского мира. И как мы сегодня понимаем, как же это важно. И важно, что эта связь в общем не утрачена. Не утрачена не только с нашим братским народом белорусским, но и с другими странами. И очень важно, что вот эта по-настоящему народная детская дипломатия сегодня позволяет сохранять человеческие отношения между людьми разных государств. Со сцены поздравила гостей праздника и глава города Елена Лапушкина. С уверенностью говорю о том, что это одна из лучших школ городского округа Самара. Мы это здорово, потому что видим прекрасный коллектив единомышленников-педагогов. Потому что мы видим выдающихся выпускников. Хочу я пожелать школе, всем ученикам, всем сотрудникам, всем родителям движения вперед. Ставить новые цели, достигать новые высоты. После церемонии награждения педагогического состава за вклад в развитие образования, торжественный вечер продолжился праздничным концертом. Галина Топилина, Николай Епифанов, События Признание в любви родному городу. В Самаре подвели итоги седьмой всероссийской детской творческой школы конкурса «Портрет твоего края». В этом году победу одержали шесть учеников областного центра. Юные авторы могли реализовать свой творческий потенциал в одной из пяти номинаций. Ксения Баканова расскажет подробнее. Евгения Редникина и Мария Васикова – ученицы девятого класса 25-й Самарской школы. Девочки обожают уроки русского языка и литературы, поэтому прекрасно владеют словом. Рассказывают, чтение книг и уроки грамматики не прошли даром. Школьницы стали победителями конкурса сочинений. Евгения считает, что лучшая основа для работы – это яркий пример из личного опыта или жизни родных. Я писала о Волге, потому что мой папа признался моей маме в любви на берегу этой прекрасной реки. И это было моим вдохновением. Чувствую небольшое уже такое волнение, так как это уже не первый раз, и большую радость за то, что я смогла. А вот Мария уверена – хороший текст может получиться только под руководством опытного наставника. Мы с моей учительницей после уроков дорабатывали сочинения. Если были какие-то ошибки, она их выделяла. Потом я приходила домой, их исправляла и приносила заново сочинения. В Самаре подвели итоги седьмой всероссийской детской творческой школы конкурса «Портрет твоего края». Организаторы предложили юным авторам реализовать свой творческий потенциал в пяти номинациях. Это такой конкурс, который в век компьютеров и сотовых телефонов дает возможность ребятам показать свои эмоции, свою любовь к родине, к своему родному краю. Сказать спасибо своим учителям, своим мамам, папам. По словам педагогов, готовый текст должен откликаться в сердце и душе автора. У такого сочинения шансы на победу значительно возрастают. Если тебе нечего сказать, если внутри нет любви, то и написать будет сложно. А если у тебя есть этот огонек внутри, есть какие-то знания, то тогда тебе будет намного проще. Городской этап конкурса был организован при поддержке Департамента образования администрации Самары. В этом году победу одержали шесть учеников областного центра. Они получили дипломы и благодарственные письма. В Доме культуры Победы состоялся финал конкурса красоты и талантов «Мистер и мисс студенчества Самары». В нем приняли участие студенты из 15 колледжей областного центра. Организаторами уже четвертый год подряд выступает Самарский дом молодежи. Подробности у корреспондентов событий. Студент первого курса Самарского колледжа сервиса производственного оборудования Владислав Шуляк получает специальность сварщика. На предложение попробовать свои силы в творческом конкурсе «Мистер и мисс студенчества Самары» откликнулся сразу. В итоге стал одним из финалистов. Я творческая личность с самого детства. Я думаю, надо попробовать. И так и пришел сюда. Я занимаюсь танцами и песнями. На творческом этапе я показал номер своей рок-группы. У меня есть рок-группа, с которой я работаю, мы с ними дружим. И вот мы с ними пели, тут и отжигали. Для выхода в финал участникам конкурса предстояло пройти три этапа. Первый – знакомство. Второй – самопрезентация, рассказ о своем хобби. Третий этап – творческий. Очень классно и здорово, что именно такие конкурсы проводятся для молодежи, потому что им необходимо показывать себя и самореализовываться, и проявлять свои таланты, и показывать их для всего своего окружения, не только для своего окружения. Они благодаря этому и чувствуют себя увереннее, и с помощью этого развивают свои таланты, это, может быть, выбирать свой дальнейший жизненный путь. И именно для этого, собственно, существует такой конкурс, как «Мистер и мист студенчество». Конкурс «Мистер и мист студенчество» Самары проводится уже в четвертый раз. В этом году на участие в нем было подано рекордное количество заявок – более 40. В финал вышли 20 юношей и девушек. Хоккейные команды Самарской области продолжают показывать синхронные результаты в своих лигах. Если пару дней назад «Лады» и ЦСКА ВВС проиграли с одинаковым счетом, то накануне синхронно одержали сухие победы. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты «Лады» переиграли на своем льду Нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Героем первой половины встречи стал голкипер Тольятинцев Подьяпольский, который несколько раз спас команду и сдержал многочисленные атаки соперника. Почувствовав уверенность, исходящую от вратаря, хозяева сами стали чаще атаковать. И в итоге дважды реализовали численное преимущество, и еще один раз поразили пустые ворота, когда гости пытались отыграться. 3-0 победа «Лады». Хоккеисты ЦСКА ВВС также провели матч без пропущенных шайб. На выезде в матче ВХЛ самарцы играли против «Сканевы» из Санкт-Петербурга. В первом периоде хозяева имели несколько шансов открыть счет, но не смогли реализовать свои моменты. Под конец второго игрового отрезка гости усилиями Павла Жирнова открыли счет. Этот гол так и остался единственным. Финальный штурм питерцев никаких результатов им не принес. 1-0 победа ЦСКА ВВС. А вот баскетболисты Самары в Петербург съездили менее удачно. В матче единой лиги они встречались с «Зенитом». В первых двух четвертях хозяева набрали в два раза больше очков, чем гости, и к большому перерыву ввели с разницей почти в 30 очков. Поэтому вторая половина проходила практически без интриги. Самарцы пытались вернуться в игру, но смогли лишь немного сократить отрыв, а под конец питерцы вновь стали часто забрасывать трехочковые. 58-96 – поражение Самары. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Министерство образования и науки Самарской области информирует о проведении занятий в период морозов. Решение об отмене уроков принимается руководителем учебной организации. Рекомендуется не проводить занятия для учеников с 1 по 4 класс при температуре ниже минус 25 градусов. Для учеников до 8 класса включительно при температуре ниже минус 27 градусов. Старшеклассникам разрешено не ходить в школу при 30-градусных морозах. Сообщает в своем телеграм-канале руководитель управления информацией и аналитики мэрии Самары Елена Рыжкова. На базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Института развития образования состоялась церемония награждения победителей и лауреатов областного этапа всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2023». Лауреатом второй степени стала школа номер 26 «Самара», информирует городской департамент образования. В Кировском районе начали установку елочных комплексов. В этом году «Зеленые красавицы» будут украшать площадь имени Мочилова и территорию УДК поселка Зубчининовка. Работы проводит МБУ «Кировская», пишет телеграм-канал района. На этом выпуск завершен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова